Дорожные работы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» развернули на 9 из 47 запланированных в этом году объектах. Тяжелая техника зашла на улицу Нагорную в частном секторе индустриального района. Ее, как и многие другие улицы и проезды, включили в федеральную программу по просьбам жителей. Как сейчас там продвигается ремонт и куда дальше отправятся дорожники, выясняла наша коллега Наталья Чернышева. Большое спасибо всем работникам, которые работают на этой дороге и нам делают сейчас эту дорогу. Мы все радуемся, мы сейчас счастливы все. 13-тонный каток трамбует песчано-гравийную подушку на улице Нагорной. Дорожные работы начались здесь по графику две недели назад. Была сделана выборка грунта, отсыпана песчаная подушка 20 сантиметров. И вот сейчас устраивается щебень тоже толщиной 20 сантиметров. Ну и будем сейчас доводить до проектных отметок с устройством двуслоя с афальтобетонного покрытия. Домам будем делать пятиметровые подходы, то есть со шириной ориентировочно 3 метра. То есть из-за асфальтобетонной крошки. Ширина проезда 4,5 метра. Длина улицы Нагорной чуть больше километра. Специалисты МУП Дорремстроя уже отсыпали песком и щебнем порядка 500 метров дороги. Также здесь будут выполнены работы по отводу воды. То есть это устройство труб металлических через проезжую часть. И также отвод воды получается со стороны, с устройством куветов со стороны частных домов. То есть также отвод его в сторону речки. Валентина Петрова живет в частном секторе индустриального района уже больше 30 лет. Работы по благоустройству проезда идут под ее неустанным контролем. Главное, что бригада, я вижу, работоспособная. По крайней мере, приехали люди, которые профессионалы большие. Их видно, что они делают все правильно. Хоть я, конечно, не строитель, я педагог, но я вижу, что делается все со знаком качества, с профессиональным, так сказать, умением. Проезд в частном секторе индустриального района попал в федеральную программу «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Все работы здесь планируют завершить аккурат ко дню города. В 2019 году данная улица и вместе также еще улица Южная попали в перечень объектов по реализации национального проекта. И в этом году мероприятие реализовывается. На улице Южной предполагается выполнить комплекс мероприятий по устройству песчаного щебеночного основания, устройства асфальтобетонного покрытия. В этом году это будет сделано все. Ориентировочно в начале мая начнутся работы. Параллельно МУП «Дорремстрой» ведет работы на улице Герцена. Здесь до конца недели свежим асфальтобетоном покроют около 2500 квадратных метров дороги. На переулке Краснореченской идутся подготовительные работы выбор капучин, отсыпка обочин и срезка асфальтобетонного покрытия. Также ведем работы по Владивостокскому шоссе. На данный момент тоже устраиваем выравничество асфальтобетонного покрытия. В этом году ремонтным бригадам предстоит привести в порядок 47 объектов и около 40 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Только в индустриальном районе дорожники отремонтируют около 20 улиц и проездов. С 8 апреля приступили у нас на ремонт улицы Краснореченской. Переулок Краснореченский в настоящее время делается. Также у нас сейчас в ремонте улица Космическая, улица Королева. Затем у нас продолжатся работы на пятой площадке. Наталья Чернышева и Сергей Михайловский. Смотри Хабаровск. На этой неделе синоптики обещают приход циклона в Хабаровск, но они, но вот ни снег, ни сильный ветер не смогут помешать проведению дорожных работ. Рабочие бригады будут готовить объекты для ремонта, также будут продолжать отсыпку и укатки подушки из песка и щебня. Продолжение следует...